Так, ну а мы с вами продолжаем дальше и сегодня у нас протокол OSPF, отчасти вам немножко знакомый, отчасти не знакомый. Давайте сначала начнем с проблематики. Вы познакомились со статическими маршрутами, представим себе ситуацию, что у вас есть основной маршрут некоторый и есть резервный маршрут. Так как вы используете статику, вы отписали ее в одном месте, вот голубенькая стрелочка, соответственно падает ваш канал и вы лишаетесь возможности работать через маршрутизатор R3. Что нужно, чтобы с ним работать? Прописать снова еще два статических маршрута, в одну сторону, да еще и в обратную сторону. Согласны? Без этого работать не будет. Отсюда возникает вопрос, как бы нам автоматизировать эту историю, чтобы, во-первых, и маршруты передавать автоматически, ну и во-вторых, чтобы при перестроении сети вы могли использовать некоторые резервные каналы. Поговорим мы сегодня о протоколе OSPF. По терминологии он относится к внутренним протоколам, это означает, что он используется внутри автономной системы. По своему, как сказать, типу он относится к протоколам link state, состояния каналов. Таких протоколов немного, их всего два, OSPF и ASS. Напомню, что OSPF используется больше в корпоративе, а ASS больше в провайдинге. Оба этих протокола работают по алгоритму Dijkstra, математика, то есть они используют, грубо говоря, один и тот же алгоритм вычисления краткого маршрута, математику одну и ту же, но сами протоколы несколько разные. Вам пытаются напомнить перед тем, как говорить о протоколах OSPF link state, о протоколах дистанционно-векторных. В чем его суть? Каждый маршрутизатор обменивается своей таблицей маршрутизации. Вот R3, у него подключена сеть 333, она попадает сюда, в таблицу маршрутизации. Он рассказывает это R2, R2 рассказывает это R1. В результате у R1 появляется некоторое знание, что у него есть связанность до сети 333 через R2. Отношения дистанционно-векторных протоколов мне напоминают, вот я его называю, как этот, режим подружек. То есть одна рассказала другой, другая рассказала второй, третий и так далее. Главное, чтобы маршрут не зациклился, чтобы он не сделал полный круг и не вернулся обратно. А так это так и работает. То есть один маршрутизатор рассказывает другому, второму, третьему и так далее. И так информация распространяется. Вот, это дистанционно-векторные протоколы. Ну, можно, наверное, как пример привести здесь RIP или BGP. Вот, но говорить мы будем о протоколах LinkState. Их работа несколько отличается. А именно, что сделают роутеры R1, R2, R3, R4, если вдруг они включились и начали работать по протоколу OSPF. Они начнут обмениваться так называемыми LSA, LinkStateAdvertisement, такими объявлениями о состоянии каналов. Вот тут нарисованы линки 2 по 100 мегабит, 1 тысячный, 1,1,54. Такая нестандартная скорость. Это на самом деле канал, по-моему, Т1, североамериканский стандарт старый. Вы таких, наверное, не видели и не слышали. Но неважно. Вас просто может смутить, что за скорость такая 1,54 мегабита. Ну, были такие каналы. И вот они начали ими обмениваться. Никаких маршрутов они пока еще не знают. Обменялись вот этими LinkState. Далее они начинают формировать базу. Так как LinkStateAdvertisement содержит в себе состояние всех маршрутов, всех соседей, всех интерфейсов, каждого маршрутизатора, каждый внутри себя, вот в этой базе данных, LSDB, то есть LinkState Database, или кратко LSDB, он формирует некоторую карту сети у себя. Каждый маршрутизатор начинает строить, как, ну, грубо говоря, он знает всю топологию сети. Получили LSDB. Далее он начинает производить расчет, а вообще как работать с этой штукой. Вот тут мне не нравится на вот этой картинке, что здесь не подписаны никакие сети. Давайте я это подрисую, будто бы вот тут объявлены некоторые сети на маршрутизаторах. Я вот так их нарисую. Вот так. И назову их сеть там А, сеть Б, сеть С и сеть Д. Да, вот так вот, когда произойдет расчет, когда произойдет расчет сеть Б, сеть А, сеть, соответственно, Д и сеть С, вот, то расчет исключит вот этот вот, вот этот Link 1,54. Да, то есть будет понятно, что из сети А в сеть Б попасть кратко вот так. Из сети Б, например, попасть в сеть С нужно пройти вот таким маршрутом, да. А почему так? Ну, потому что здесь скорость 100 Мбит, 100 Мбит, 1000, а здесь 1,54, да. То есть вот этот маршрут будет короче с точки зрения логики. Так вот, после того, как будет произведен расчет алгоритма SPF, Shortest Past First, то есть смотрите, первый, наиболее краткий путь, да, скажем так. А краткость пути он будет оценивать по стоимости линков, по их пропускной способности. Ну, вернее, скажем так, по стоимости, которую вы настроите на портах, либо которая автоматически будет назначена. Не факт, что она всегда соответствует реальной пропускной способности. Тут надо думать уже. Вот, но тем не менее, логично, да, что мы исключаем вот этот вот интерфейс, медленный, да, из нашего дерева, да, потому что он не оптимален. Это понятно, да? Shortest Past First, то есть алгоритм, который учитывает в первую очередь наиболее короткий путь. Короткий он не географический, а короткий он по стоимости. Включится балансировка нагрузки. Ну, это у Huawei включится балансировка нагрузки, у других вендоров, как зависит от типа оборудования. Да, если у вас в ОСПФе два маршрута имеют одинаковую стоимость, то да, включится балансировка нагрузки, если она не запрещена. Идем дальше. После того, как будет рассчитан вот эти вот оптимальные пути, да, наши маршруты попадут в нашу таблицу маршрутизации, будут инсталлированы туда. Опять же, опять же важно, что попадут они туда в соответствии с масками, с правилом Longest Match, если кто-то помнит, что это за правило. И еще будет сверен Preference, да, то есть Preference источников маршрутизации, да. То есть у вас, помним, да, что у статического маршрута Preference 60, у там ASAS, там, например, 15, у SPF это будет, по-моему, 10, вот. У Directly Connect от маршрута 0, да, то есть если он не окажется, окажется более предпочительный, чем другие источники, то он будет инсталлирован в нашу таблицу маршрутизации. И вот после того, как эти маршруты попали в таблицу маршрутизации, можно уже начинать, в общем-то, работать и пересылать пакеты. Вот. До тех пор, пока он не появится в таблице маршрутизации, передачи не будет. Ну, и еще важно отметить, что вот этот процесс поздоровался, обменял с LSA-ками, перерассчитал топологию и потом инсталлировал, занимает время. Поэтому это происходит не мгновенно, это сильно зависит от размеров сети и количества маршрутов. И очень плохо SPF переносит такую историю, когда у вас какой-нибудь линк начинает дрожать. Есть, нету, есть, нету. Три секунды есть, три нету. И вы только перестроились через него, он снова развалился. Вам опять нужно остановиться и пересчитываться. Вот такую историю протоколы LinkState переносят довольно неприятно. Давайте посмотрим, как у нас происходит процесс установления соседства. Значит, мы установили соседство, потом мы обменялись LSA сообщениями, заполнили нашу базу данных LSDB. Затем мы запустили протокол, ну вообще вот этот сам алгоритм называется SPF, Shortest Past First. Произвели расчет, вычислили, какие у нас пути оптимальные. И дальше мы загрузили в наши таблицы маршрутизации оптимальные маршруты. И вот тогда мы уже можем работать. RIP – это RIP Information Base. Это внутренняя база данных, из которой вы потом, в общем-то, видите выжимку при просмотре таблицы маршрутизации. Но введение в SPF, я здесь на каких-то основных моментах остановлюсь. О том, что когда мы говорим с вами про SPF, чаще всего мы предполагаем SPF V2. Именно он у нас работает с сетями IPv4. Есть еще версия V3, она работает с сетями IPv6. Здесь нужно отметить, что SPF поддерживает маленькие сетки VLSM. Но это для старых протоколов актуально, которые не умеют работать с маленькими сетями, работают с классовыми, практически такого уже не осталось. Но тем не менее. А главное, он поддерживает суммирование маршрутов. То есть вы можете сказать, что вот такой-то блок сетей, нужно его просуммировать в одну суммарную сеть, где-то на граничном маршрутизаторе и собрать его в один блок. Это крайне удобно. Вместо там каких-нибудь десяток, сотен сетей, можно получить один суммарный маршрут. И этим часто пользуются при проектировании хороших сетей на SPF. Ну и у него есть интересная такая особенность. Он позволяет работать с несколькими областями. То есть сам протокол позволяет построить некоторую иерархичную структуру зон. С этим мы с вами тоже познакомимся. Как применяется у SPF в кампусной сети? Здесь у нас есть коммутаторы агрегации. Это у нас коммутаторы доступа, вот тут в самом низу. То есть вот тут обычно у нас между ними работает L2, согласны? Тут всякие у нас. STP тут работает. Какая-нибудь история, не знаю, какой-нибудь VRP сюда развернут. То есть у нас тут работают всевозможные инструменты из L2 технологий. Но вот здесь вот дальше по общению с основным маршрутизатором работает уже, как правило, L3. И, например, если у вас есть вот такие каналы между ними, то есть есть путь через один коммутатор, через другой, то хотелось бы иметь какую-то динамику. И, например, удобно здесь было бы запустить OSPF. И когда они все завязаны между собой, какая-нибудь новая сеть, которая, например, объявлена у вас в серверной, она автоматически разлетится по вашим коммутаторам агрегации. Ну и в том числе, если вдруг какой-то линк упал, то вы имеете запасной путь, если, конечно, вы такие пути себе создали. Это крайне удобно. Ну, что-то подобное мы с вами будем делать. Только у нас вот это вот не одно предприятие, а у нас это три разных филиала, которые мы между собой завяжем по протоколу OSPF. Область. Что такое область? Логическая группа, у которой есть определенный цифровой идентификатор. Есть понятие основной области OSPF, а это зона 0. Почему она основная, поговорим чуть позже. Но вообще они могут быть разные. Может быть зона 10, 20, 30, 40, 254 в конце концов. Никаких проблем. Для того, чтобы соединить между собой зоны, нужно пользоваться правилами, которые мы с вами обсудим чуть позже. А ID маршрутизатора. Для того, чтобы корректно работал наш алгоритм, и маршрутизаторы в OSPF друг дружку отличали, им нужен некоторый ID, какой-то номер. Этот номер можно указать вручную, или он назначается системой. Так как этот номер состоит из 4 октетов, то он очень похож на IP-адрес. И чаще всего мы берем интерфейс loopback. Ну, я не знаю, допустим, представим, что здесь интерфейс у маршрутизатора 1.1.1.1.1.32. И, как правило, мы именно этот адрес используем как номер ID для OSFP. Но не надо путать, ID в OSPF это не IP-адрес. Мы просто туда для удобства подставляем IP-адрес loopback нашего маршрутизатора для удобства. Если вдруг вы его не доставите, то он выберет какую-нибудь сетку любую у вашего роутера. Я не помню, это будет младший или старший адрес. По-моему, младший адрес, который найдется. Просто чисто по, как сказать, чисто математически. И будет использовать его как ID. Тоже нормально, но неудобно. Потому что, когда вы будете смотреть в таблицу соседства, хотелось бы там в ID видеть какой-то IP-адрес, который вам хорошо известен. А если туда попадет какая-нибудь линковка малоизвестная вам, вам будет тяжело ориентироваться. Поэтому роутер ID мы тоже с вами будем задавать. Стоимость. Как у Huawei считается стоимость? Это то, что мне не нравится. 100 мегабит в секунду делится на пропускную способность канала. То есть, получается, что, например, если у вас канал 1.54, то его стоимость 64. Если это интерфейс Fast Ethernet, то 100 на 100 это 1. И если у вас гигабит, то это тоже будет 1. Ну и, соответственно, если это будет 10 гигабит, это тоже будет 1. Если это будет 40 гигабит, это тоже будет 1. Понимаете, да, что мне тут не устраивает? Что между Fast Ethernet, гигабитом, 10 гигабитами и 40 и сотней разницы нет. Значение, вот эту вот референсную скорость, ее можно менять. Но меняя ее, нужно понимать, что эту смену надо производить сразу на всех маршрутизаторах, которые у вас работают вместе, вот в этих вот, в рамках одного вот этого домена, одной автономной системы на OSPF. А так, да, надо понимать, что считается это вот таким вот образом. Соответственно, когда вот эта вот наша история, ну тут у нее как-то так не нравится, как рисуют. Ну ладно, давайте считать, что здесь стоимость у нас 10, да, здесь стоимость 1, здесь стоимость там, не знаю, 64, да, этого линка. Соответственно, если у вас будут какие-то дополнительные, да, здесь линки, да, например, вот так, да, и у него тоже стоимость будет 1, то можно сравнить, что здесь стоимость единица, а здесь 65, согласны? Естественно, 1 лучше, чем 65, и вы пойдете по линку, по вот этому. Ну, плюс еще есть стоимость у присоединенных сетей, да, то есть можно, ну хотя здесь непонятно, она присоединенная или как, вот, ну да, вот они тоже считают общую стоимость, да, 10 плюс 1 плюс 64, и того у нас получается 75. И можно как-то оценивать, насколько хорошо туда достигать этой сети или этого блока сетей, или не очень хорошо. Обращу ваше внимание, вот тут 100 мегабит. 100 мегабит делим на пропускную способность. По умолчанию Huawei считает так. Теперь познакомимся с типами пакетов, которые использует USPF при обмене. Первый из них является Hello, это мультикаст, которых мы пытаемся познакомиться, найти кого-то на этом линке, послушать его, узнать, какой у него роутер ID, какая у него зона, какая у него сеть, и вообще сможем ли мы с ним начать устанавливать соседские отношения. Далее есть пакеты типа Database Description. Это можно сказать, что это шапка нашей таблицы с OLSA. А дальше уже идут сами пакеты обменов. LinkStateRequest, это мы запрашиваем у соседа какие-нибудь данные из LSDB. LinkStateUpdate, это то, что мы отправляем соседу. И LinkStateACK, это подтверждение. Вот этот протокол, он работает не поверх какого-нибудь там TCP или UDP. У него собственный протокол обмена, собственные DataUnity. Соответственно, нет возможности удостовериться в правильной передаче данных, поэтому используются вот эти вот подтверждения. Номер протокола, если мне не изменяет память, 88, если смотреть по номерам протокола внутри IP. Честно говоря, мне не нравится, что вас очень сильно здесь погружают в OLSA и не погружают в типы зон. Вот это мне непонятно, но как бы так значит так. Какие будут основные таблицы, которые мы будем с вами просматривать для того, чтобы убедиться в работоспособности протокола USPF и в том числе найти проблемы в его работе. Дисплей USPF PIR покажет нам соседей по протоколу USPF. Что мы сможем посмотреть по команде соседей? Во-первых, мы будем видеть зону, в которой мы видим нашего соседа, номер интерфейса, его роутер ID, его адрес. Дальше обсуждаются BDR, DR, BDR. Мы сейчас поговорим об этом. И вот самое главное, это вот тут вот stateful. Это означает, что мы обменялись нашими LSDB и протокол наш сошелся. Вот это вот состояние full, это, пожалуй, здесь самое главное. Ну и видите, как здорово, что здесь в роутер ID мы видим какой-то вот адрес, который мы назначили, да, и в общем-то по нему мы сразу идентифицируем наш маршрутизатор соседний. Можно просмотреть саму базу OSPF LSDB. Вы должны, конечно, мне сказать, а зачем нам смотреть какую-то эту сурую базу LSDB, если у нас есть прекрасная наша таблица маршрутизации? А вот вам ответ. А потому что не все маршруты, которые у вас есть в LSDB, будут инсталлированы туда. Опять же, по нескольким причинам. Найдется лучший маршрут или вдруг там будут какие-то еще особенности. То есть, если у вас есть два, например, одинаковых маршрута в LSDB, но с разной метрикой, да, OSPF выберет один лучший, его передаст в таблицу маршрутизации. А второго вы там и не увидите. Поэтому при тонкой отладке пользуются просмотром непосредственно базы LSDB. Тут можно увидеть тип передаваемых LSA. Advertised router это как раз сам роутер ID, а вот это вот сети, которые передаются. Вот, ну и дальше уже идут менее-менее важные поля в данном случае. Иногда бывает важно увидеть, что вы принимаете какие-нибудь сети от конкретного маршрутизатора по OSPF. Но это уже такие тонкости по отладке. Особенно, когда у вас много зон и разные типы маршрутов используются. Ну и самое главное, это посмотреть, конечно, что попадает в таблицу маршрутизации. Display, OSPF, routing. Здесь мы сможем увидеть наши конкретные маршруты, которые прилетели к нам по протоколу OSPF. Увидеть тип этих маршрутов. Увидеть next hop адрес, куда мы будем отправлять наши пакеты для передачи. Ну и от какого роутера, в конце концов, нам это все дело прилетело. Ну и зону. Зону тоже, конечно, видно. Но, в принципе, мы так с вами уже обсудили. Сейчас мы более плотно посмотрим на то, как устанавливается соседство. Каким образом и какими пакетами они обмениваются. Я не могу сказать, что эта информация вам очень нужна. Там буквально 2-3 момента. Но почему-то вас в это погружают. То есть сначала будет установление некоторого предсоседства. Потом они договорятся о том, кто в этом обмене будет ведущий, а кто ведомый. Затем мы обменяемся датабейс-дескрипшенами. То есть описание наших LSDB. А затем уже будет передаваться LSDB. Двухсторонняя передача. После того, как мы синхронизируем наши базы данных LSDB. Запустится расчет маршрутов. И потом наши устройства просто окажутся в состоянии полного обмена. Это full. Вот так это совсем кратенько, если. У нас есть два маршрутизатора, которые начинают установление соседства. Самое первое это пакетики hello. Вот тут очень важно. Состояние init. Init это означает, что ничего пока не произошло. Но как только один маршрутизатор увидит другого, они встанут в такое состояние two-way. Это состояние является постоянным, например, когда они будут работать в режиме DR other. В других же случаях вот такое состояние two-way. Я всегда об этом ребятам говорю. Бывает, когда у вас однонаправленный канал. Я, например, часто такое вижу, когда релейка в одну сторону пакета передает. И там два маршрутизатора в OSPF. И один висит в состоянии init, второй висит в состоянии two-way. Потому что он от первого пакет получил, а дальше ничего не происходит. Он получил пакет. Он видит, что там кто-то есть. И он зависает вот в этом состоянии two-way. То есть в режиме DR other это говорит о том, что он работает в каком-то сегменте. Это нормально. Но если это вот такой link точка-точка, то это обычно ненормальный режим. Это говорит о том, что что-то не так с каналом. Но это я вас так просто знакомлю из опыта. Вот. Что будет дальше? Дальше они будут определяться, кто из них главный. И будут обмениваться database description. Вот DD. То есть вот это состояние x-start. Оно очень быстро проскакивает. Дальше происходит exchange обмен. А дальше начинается уже обмен самими LSA. Где он говорит, что вот моя LSA. Ой, вот мои LSA из базы. Другой говорит, это мои тоже из базы LSDB. Они ими обмениваются, обмениваются, обмениваются. Пока не закончат этот обмен. В конце концов они делают вывод, что они обменялись всеми типами LSA, которые их интересовали из LSDB соседа. Вот. А, это они только description'ами обменивались, да? Это произошел обмен description'ами. Это они получили только начальные знания о том, что же там у них содержится у соседей. Я вас ввел в заблуждение. Вот это DD, это не что иное, как database description. Да, обменялись только заголовками. А затем уже на состоянии loading они начинают обмениваться вот этими именно данными, которые их интересуют. Естественно, этот обмен подтверждается LSA подтверждениями. И вот в конце они должны встать вот в это вот состояние full. Вот full говорит о том, что мы не просто там в состоянии в каком-то, а мы обменялись, загрузились, и это наш сосед полностью по обмену. Дальше потом можно рассчитывать уже Spanning 3, господи. Сам протокол short pass first. Вот, SPF. Ну и вот в этом состоянии они должны быть. Каждое дрожание такого интерфейса будет приводить заново и заново к прохождению вот этой вот всей истории. Сколько примерно 10 секунд? Полсекунды, очень быстро. Вы редко увидите. Обычно это из-за ошибок. Вы увидите подвисание в каком-то состоянии 2-way, в состоянии X-start. Это вы увидите при просмотре соседства. Когда вы даете команду display, SPF, peer, там вы увидите, что он подвис в каком-то невнятном состоянии. Иногда бывает, что он медленно сходится, и вы какую-нибудь из вот этих вот элементов застаете, именно как он подписан. А так в основном вы видите и need, и full, то есть чаще всего, или 2-way, то есть я бы так сказал. И need это самое, когда ничего не происходит. И need. 2-way это если он работает у нас в широковещательном сегменте, поговорим об этом. И full, это вот если мы обменялись, синхронизировались, все хорошо. Ну, по сути, да. Ну, 2-way, в принципе, если они в широковещательном сегменте, это тоже неплохо. Таблица соседей. Вот, когда мы у вас выводим, напоминаю, дисплей OSPF Peer, то мы можем видеть, собственно говоря, адрес нашего соседа, зону. Ну, вот мне не нравится, что здесь написано зона, а написано ID. Вот это мне немножко здесь смущает. Надо будет на реальном оборудовании вывести и посмотреть, как это все выглядит. Мы видим интерфейс, на котором он у нас, наш сосед. Ну, и вот DR-BDR мы с вами чуть-чуть позже обсудим, потому что на это сейчас будет отдельная тема. Вот, кстати, stateful, да, то, о чем мы только что говорили. Вот, да. А вот то, что neighbor is master, это говорит, что он у нас был мастером при вот этом обмене database description, да, то есть он был выбран как ведущим в этом обмене. Хотя большого технического смысла вот этот мастер при обмене не несет. Типы сетей в OSPF. Вот это важно для понимания как раз DR-BDR. На самом деле, OSPF может работать с несколькими типами самих сред. Мы с вами чаще всего сталкиваемся вот с такими историями. Broadcast. Помним, да, что Ethernet, это же у нас сеть, которая поддерживает broadcastное вещание, да, вот, поэтому мы сталкиваемся вот с этой историей. Вот вообще он работает в этом режиме, OSPF по умолчанию, когда вы его настраиваете. Peer-to-peer, это если вы его так настроите, например, в Ethernet, когда у вас каналы точка-точка, вот как вот здесь вот, например, два маршрутизатора, да, здесь один адрес, здесь второй адрес, больше здесь никого нету, да, то есть тогда можно такой линк настроить в режим peer-to-peer, вот, и OSPF поймет, что на этом канале никого больше, кроме соседа, одного не будет. Есть еще варианты non-broadcast multiply access сетей и point-to-multipoint. Сейчас приведем примеры, хотя уже, ну, скажем так, технологии мало используются. Точка-точка. Здесь приведен, конечно, пример на основе протокола point-to-point, но я бы сказал бы, что это также применимо к Ethernet, когда у вас всего лишь два IP-адреса, да, когда у вас какая-нибудь сетка slash 30, здесь там, не знаю, 0.1, здесь 0.2, вот, и больше никого на этом линке нету и не будет в этой сети, поэтому можно использовать режим point-to-point, вот. Это как раз делается для того, чтобы не выбирать DR-ов, BDR-ов. По умолчанию мы работаем вот так вот. Множественный доступ. Будьте здоровы. BMA. Broadcast. Multiply. Access. Это и есть Ethernet. Смотрите, когда у вас роутеров несколько, вы включены в один сегмент, но давайте представим, что это сетка slash 24, да, вот тут, например, 0.1, тут 0.2, тут 0.3, а не дай бог еще какой-нибудь роутер включим, да, вот какой-нибудь 0.4, и понятно, что у вас получается сеть, в которой много в этом сегменте соседей по SPF-у, и там нужно вырабатывать специальные правила по отношению с ними, потому что иначе возникнут проблемы. Какие, скажу позже. Ну и где используются NBMA и point-to-multipoint, это вот как раз протокол frame relay, некогда довольно развитой, но сейчас я, ну, редко сталкиваюсь с тем, чтобы кто-то его обсуждал или настраивал, то есть я бы сказал бы, что эта технология уходит или практически даже уже ушла. Там нету широковещания, поэтому там нужны специальные методы. Ну, то есть, на самом деле, у SPF-у просто говорят о том, что это сеть NBMA, и там соседи указываются вручную. Мы указываем IP-адреса соседа ручками, и они работают. Ну и вот frame relay в том числе поддерживал такую штуку, когда point-to-multipoint, то есть когда у вас адреса, и они могут общаться вот таким вот образом. Это тоже специальный режим работы у SPF, и опять же это решается тем, что вы соседи вбиваете ручками и говорите, какие с ними будут взаимоотношения. То есть никакой автоматики тут не срабатывает. Но, повторюсь, для вас самые актуальные режимы это point-to-point, если это линк, просто линк между маршрутизаторами с одной короткой сеткой, или вот такая история, когда сеть чуть побольше. И теперь мы с вами поговорим, зачем нам нужен как раз DR и BDR в случаях вот этих сетей типа Ethernet. Что происходит? Представим, что вот это у нас один коммутатор, и в него у нас включены вот в том числе пять маршрутизаторов по SPF в одной сети. Это значит, что все они должны установить между собой соседство. Согласны? Это очень много получается. Довольно сложно это обеспечить. А есть ли их будет шесть? А есть ли семь? И получается, что они начинают грузиться установлением соседства, перегонкой баз один к другому. А формально они в одной сети все согласны? А все должны держать между собой соседство. Чтобы обойти это ограничение, придуман механизм DR и BDR. DR не что иное, как designated роутер или основной выделенный роутер. BDR это backup designated роутер или резервный. Что мы делаем? Вот в этой сети между всеми этими маршрутизаторами по определенному приоритету они договариваются, кто из них будет DR, кто BDR. двоих таких выбирают. Есть приоритет, это раз. Если не сработает приоритет, то будут выбирать по IP-адресам. Не по MACу, по IP-адресам. По IP-адресам. Вот. Есть у нас основной роутер DR, BDR. Между ними будет установлено соседство нормальное, между ними. И от каждого из них до другого роутера. Ну, остальные роутеры называются DR-AZER. Ну, я скажу, давайте их называть иные роутеры, да? Вот. Они установят соседство только с DR-AZER и BDR-AZER. Не со всеми, а с DR-AZER и BDR-AZER. Между собой они тоже друг друга обнаружат, но встанут в two-way. Понятно? Вот когда у вас есть вот такая сетка, в которой в одном пространстве много роутеров, вот роутеры DR-AZER, они встанут друг с другом в состояние two-way. Вот этого там пугаться не стоит. Это их нормальное поведение. Вот. Обмена никакими базами там не будет. Они просто будут видеть, что да, вот он, тут товарищ есть в этой сети. Вот. Но все нормально. Если вдруг DR выйдет из строя, BDR подхватит его роль сразу же. Он для этого и сделан. А среди DR-AZER будет выбран следующий BDR. Ну и так далее. Да. Если вдруг выпадет BDR, то выберут другого BDR и так далее. Произведут выборы. Построить смену власти. Да. Единственное, на вот эти выборы тратится время. Поэтому, когда вы два маршрутизатора настраиваете вот так вот между собой, вот так на одном линке, да, если вы никакой команды не дадите, да, тут будет сетка слэш 30, они все равно будут между собой выбирать DR-AZER, BDR-AZER, да. Вот. Один будет DR, второй будет BDR. Хотя, несмотря на то, что выбирать не нужно, это сетка слэш 30, вас тут двое, согласны? Вот. А если вы переключите такой интерфейс в режим peer-to-peer, то выборов происходить не будет. Логично. То есть, если тут нет вот такой истории, то зачем выбирать DR-AZER, а значит, мы во время установления соседства сэкономим какое-то время, а значит, это будет работать быстрее. Поэтому на линках слэш 30 линковочных между роутерами можно выбирать режим point-to-point и он будет работать даже лучше, даже приятнее. ОСПФ и области. О чем здесь пытаются нам сказать? Что если вдруг наша область будет расти? Мы будем добавлять сюда маршрутизаторы, еще, еще, еще. Наша база LSDB будет становиться больше и больше. Вот. Это означает, что дергание каждого линка будет вызывать перерасчет у всех маршрутизаторов. Радовать их это тоже не будет. Вот. То есть, вот это. Изменение топологии будет лавинная передача LSA и перерасчет. То есть, один дрожащий линк где-нибудь в одном филиале будет вызывать неработоспособность всей сети по всей вашей вот этой вот истории. Это не очень удобно. Поэтому в ОСПФ есть работа с несколькими областями, которая позволяет экранировать влияние одной расчета маршрутов в одной области от другой. Так, чтобы нас не интересовал расчет маршрутов в соседних соседних областях. Ну, вот здесь приведен пример, когда у нас есть некоторая область 0 и область 1 и, например, запуск перерасчета в области 1 он не будет влиять на... не будет запускать алгоритм расчета в области 0. Это очень удобно. Это означает, что дрожащий линк в этой области не будет влиять на другую. плюс вот в этом месте мы можем осуществлять суммаризацию маршрутов, например, передавать их блоками. Не отдавать в область там, не знаю, все там 100 тысяч у маршрутов, а передавать какой-нибудь... Ну, например, я бы из области 0 в область 1 передавал бы какой-нибудь маршрут по умолчанию просто 1. Зачем? Если область 1 ходит во весь внешний мир через вот этот маршрутизатор, зачем им вообще знать все маршруты области 0, области 2? Я могу туда просто отправить маршрут по умолчанию. Согласны? Это будет один маршрут вместо там сотен тысяч. Смысл. Этим, да, этим упрощается вся, как это правильно сказать, архитектура. Это начинает лучше работать, быстрее, и поэтому работа с областями это, в общем-то, правильно. Кстати, этим грешат начинающие сетевики. Они говорят, а, у SPF я знаю, там команду дал, у SPF поднял, процесс, все, погнали, поехали. Потом 20-30 маршрутизаторов, а потом сталкиваются с проблемами. Типы маршрутизаторов делятся они следующим образом. Если маршрутизатор стоит у нас внутри и не касается границы зоны, это внутренний маршрутизатор или internal router. Маршрутизатор, который стоит на границе с зоной, будет называться АБР, Array Border Router. Вот он, вот это вот АБР у нас будет, и вот это вот будет АБР. Магистральный роутер или Backbone Router. Это тот, который будет находиться в зоне ноль. Вот он, БР, вот этот, вот этот товарищ. Но вообще на самом деле здесь не рассказано о том, что вот тут нужно было бы сказать, что это зона ноль, и тогда да, в самой зоне ноль, и тогда это будет Backbone Router или БР. Ну и есть еще роутеры, которые умеют производить редистрибьюцию маршрутов вот из другой автономной системы или из другого источника, такой роутер будет называться АСБР. Вот. Это по терминологии. Да. Потому что он работает не с другой зоной ВСПФ, а с другим протоколом маршрутизации. Да, он может быть причем в любом месте он и тут может находиться и здесь. На самом деле вот мне не нравится, когда вам вот так рисуют, что АСБР это вот какая-то другая автономная система. То есть на самом деле вот смотрите редистрибьюция редистрибьюция статического маршрута и статики в ОСПФ она будет внешним маршрутом. Это означает, что маршрутизатор, который будет производить редистрибьюцию статики в ОСПФ он будет являться АСБРом. Грубо говоря, любая операция редистрибьюции из любого другого источника в ОСПФ он автоматически будет становиться АСБРом. Мне не нравится, когда вот так рисуют другая АС. Вообще категорически не нравится. Я не знаю, я могу вам привести вот такой пример. Вот так у меня тут еще один роутер, вот так вот они связаны, вот за ним какая-то сеть. Я вот тут отписываю статику, представьте. статик, да? Ну здесь сетка пускай будет 10.0.0.0.0.24. Представили? А у этого товарища обратно на меня статика там, я не знаю, 4.0. Представили такую ситуацию? Теперь вопрос, как мне вот этот маршрут, вот этот, который у меня здесь описан, поместить в протокол ОСПФ? Я делаю операцию редистрибьюции. Я говорю, вот этот, пожалуйста, статический маршрут помести в таблицу ОСПФ и передай его всем остальным. вот здесь нету никакой другой автономной системы, нет никакого другого протокола. Здесь просто соседний роутер, он с ним может в одной стойке стоять и соседняя сетка 10.000. Но при проведении вот этой операции редистрибьюции вот этот роутер станет ОСПФ, а этот маршрут будет считаться внешним. Вот когда вот такие рисунки, мне вообще не нравятся. То есть, создается впечатление, что там какая-то другая автономная система, другой протокол должен быть маршрутизации. Не обязательно. Вы просто сделали редистрибьюцию из статического маршрута в протокол SPF, ваш роутер стал SBR. Да, у него теперь такая роль. Типовые сети с несколькими областями. Но вот здесь мне не очень нравится картинка, что здесь нарисовано. Вот тут область 0, да, или вот мы вот так собрали, и тут две области. Я считаю, что здесь лучше обратиться к нашему опыту, а именно к нашей структуре лабораторных работ. Вот наши филиальчики, да. Так, цвет. Наш 30 филиал, 40 филиал. Вот, это видите разные зоны. Зона 30, зона 40, а зона 0 у нас именно транспортная зона. Скажите, а я мог обойтись? Я мог зону 0 развернуть в филиалах? Ничего мне не мешало. Можно было везде запилить целиком одну зону 0 и никаких проблем. Можно было всю зону 0 сделать нулевой. Никаких проблем. Никаких. То есть вот здесь все могло быть одной большой зоной 0. Мы это делаем именно с точки зрения правильной построения логики. Смотрите, у нас вот эти все филиальные оборудования связаны по зоне 30. Это означает, что перестроения зоны 30 остаются внутри нее и не летят вот сюда дальше. Это вот как раз пример правильного построения, когда мы отделяем наши сети в других зонах для того, чтобы нам было просто удобнее. И чтобы они меньше влияли на работу протокола. То есть это пример того, как стоит делать. Когда мы выделяем в зоны отдельные объекты. А так можно было везде нулевую запустить. Никаких проблем бы не было. Но единственное, смотрите. В дергании вот этого линка тогда бы оно вызывало бы перестройку SPF или перерасчет у всех. А когда это отдельная зона 30, то перерасчет будет вот только между ними рассчитан. Между тремя внутри. Понимаете, о чем речь? Вот. Поэтому мне, например, то, как мы это делаем в наших лабораторных работах, нравится чуть больше, нежели... Вот здесь я вообще не понимаю, что на что сменилось. Неясно, да? То есть... Ну, здесь сеть крупного предприятия. Вот она зона 0, да? Вот здесь какая-то зона 1. Вот здесь какая-то зона 2, да? То есть вот как-то так. Но я говорю, что на практике, наверное, это немного не так должно выглядеть. Если бы я собирал бы вот так, то я бы здесь руководствовался бы зоной 0, да? Если это одна площадка, да? Ну или там какая-нибудь первая, десятая, не знаю, в зависимости от того, где у него, как он объединяется с другими зонами. Мне не очень понятен этот слайд. Типовая конфигурация. Заходим в OSPF. Здесь номер процесса. Напомню, что это не зона. Это именно номер процесса. Процесс вы можете назвать как угодно. То есть 10, 20, 30. Ну, для удобства вы будете использовать номер своего варианта. Роутер ID не что иное, как его роутер ID, который мы сделаем, равный его лупбэку. Далее, попав в настройку OSPF, задается сама область. Нужно задать номер области. И вот теперь, когда вы находитесь в редактировании процесса OSPF и в номере области, а это как раз нулевая зона, первая, двадцатая, тридцатая, вы можете объявлять, например, сети, в которых мы будем искать наших соседей. Команда Network служит для объявления сети в OSPF. Да, смотрите. Команда Network говорит о том, что на такой-то сети, в которой у нас есть адрес, мы будем искать соседей. И в том числе эта сеть попадет в процесс OSPF. Но вот это несколько сложно. Да, и в том числе мы эту сеть будем заявлять. Единственное, мне не нравится, что здесь не обсуждается команда Команда Silent Interface. Silent Interface. Зачем она нужна? Иногда бывает так, что вам сеть нужно объявить, а искать соседей там не надо. Вот. Вот чтобы воспользоваться ей, вы ее объявляете командой Network, а команда Silent Interface говорит, что да, сетка этого OSPF попадет в базу данных LSA, но искать соседей в ней не нужно, потому что там их нет, либо потому что, например, нет необходимости по ней соединяться. Поговорим об этом при практике уже конкретно. Ну и теперь, как задать стоимость ручками, если вам она не нравится на интерфейсе. Заходим на интерфейс и в блоке OSPF задаем cost. Cost это просто число от 1 до 65 тысяч. Иначе оно будет выставлено автоматически от стоимости интерфейса. Помним, да, 100 мегабит будет разделено на скорость интерфейса и будет назначена нашему интерфейсу стоимость. Можно изменить вот это reference value. Единственное, еще раз скажу вам, что если вы собираетесь его менять, его нужно менять на всех участников вашего, ну я так назову его, OSPF домена, да, то есть все роутеры, все L3 коммутаторы должны иметь одинаковое reference значение, чтобы у вас ваши стоимости бились, чтобы не было, что у одного интерфейс со стоимостью 1, а у другого интерфейс со стоимостью 20 тысяч, да, чтобы как-то можно было эти значения сравнивать между собой. Ну и вот оно, значение приоритета. Команда OSPF DR Priority, она опять же задается на интерфейсе. Вот, большее значение указывает на более высокие приоритеты. Значение может находиться в пределах от 0 до 255. К сожалению, я не помню значение по умолчанию, не могу вспомнить, вот. Но чем больше, тем лучше. Если они, приоритеты у них одинаковые, они будут сравнивать IP-адреса. Сейчас я тоже затруднюсь сказать, или старший, или младший побеждают, но вот это бы лучше уточнить, потому что вопросы такие и были. Пример конфигурации. Итак, у нас есть три маршрутизатора R1, R2 и R3. Сетка здесь 4 единицы. Ну, так знаете, это лупбек ведь, да? Посмотрите. Да ведь? 333-32, это лупбеки. И есть линковки, которые между ними завязаны. Причем линковки слэш-30. Здесь можно было бы дать настройку пир-ту-пир, на самом деле. Что мы будем делать? Давайте посмотрим. Начнем мы с того, что настроим интерфейсы. Я думаю, это ни у кого не вызовет никаких вопросов. Настраиваем лупбек 0 здесь. IP-адрес ему задаем. И задаем IP-адрес на интерфейсе Gigabit Ethernet. Далее на маршрутизаторе R3 аналогичным образом настраиваем лупбек. И задаем адрес на интерфейсе Gigabit Ethernet 001. Ну и остается настроить R2 и приступить к настройке уже OSPF. Но R2 вообще не рассматривается настройкой интерфейсов. Давайте посмотрим на R1. Что мы делаем? Задаем роутер ID. Обратите внимание, роутер ID совпадает с номером лупбека. Напомню, что еще раз, что это сделано просто для удобства. На самом деле вы в роутер ID можете вписать все, что угодно. Хоть 4 пятерки, хоть 4 десятки. Это от вас зависит. Но удобно, когда он совпадает с лупбеком, чтобы вы не путались. Затем заходим в редактирование Area 0, потому что вот это у нас область 0. Видим. Сетка 1.1.1.4.0. Это говорит о том, что вот эта вот сеть будет объявлена в OSPF. Обратите внимание, маска используется инверсно или еще ее называют wildcard. Знакомая вещь, правда? Wildcard. Ну, есть такая в IP-калькуляторах, можно увидеть, что такие маски есть. И также мы объявляем сетку 10.1.12.0. Это вот здесь. Обратите внимание, мы не IP-адрес интерфейса пишем, а сеть и ее обратную маску. У 30-й сети обратная маска будет 0.03. После задачи вот этих двух команд, это означает, что вот эта сеть будет у нас попадет в процесс OSPF. Вот эта сеть попадет в процесс OSPF. Плюс на вот этом интерфейсе мы будем искать соседей по OSPF. Понятно? Только эти две сети попадут в OSPF. Другие не попадут. У него могут быть тут вот еще интерфейсы, какие-то сети. Если мы их не объявили, они не будут объявлены в процесс протокола. Но есть такие ребята, которые вот тут берут и пишут вот так. Смотрите, я могу поступить вот тут вот так, написать вот такую команду. Вот таких я встречал. Вот так пишут. Вот там, например, много интерфейсов. Там 10, 1, 12, 10, 2, 14, 10, 10, 24 и так далее и тому подобное. Он берет вот так вот, одну такую запись делает. Все эти сети сразу объявляются в OSPF. Понятно, да? Что под вот этот вот блок подпадает, может попасть сразу куча сетей, которые объявлены на данном маршрутизаторе. Вот эта конструкция понятна или не очень? Я вот так не люблю делать. Потому что он вот это пишет, забывает, а потом вдруг он объявляет какую-нибудь новую сеть из 10 диапазона на роутере, создает интерфейс, и она вдруг раз разлетается по всей сети. И это может нести неконтролируемые последствия. Поэтому я обычно добавляю сеть, описываю ее командой Network. Добавляю сеть, описываю командой Network. Ну, это мой подход. R2. Кстати, какая будет роль R2, если он находится между областью 0 и областью 1? АБР. На R2, соответственно, мы создадим, опять же, номер процесса, зададим роутер ID. В ARI 0 мы пометим сетку, соответственно, интерфейса Gigabit Ethernet 000. В ARI 1 мы пометим сетку вот эту вот, 10.1.23, которая у нас смотрит в другую сторону. Смотрите, у нас есть две сети, смотрящие в разные зоны. Значит, наш маршрутизатор – Area Border Router. То есть, он стоит на границе зон. Окей. Ну и настраиваем третий. Тут ничего нового. ID нашего роутера, зона 1 и, соответственно, его сети, которые мы хотим объявить и на которых хотим искать соседей. Ну и что мы увидим в результате? Если мы будем на R2 рассматривать таблицу соседей, мы увидим с вами, да, вот, кстати, Display SPF Peer Brief, краткое, да. Мы увидим номер зоны, интерфейс, роутер ID соседа и статус Full. Да, это значит, мы обменялись маршрутами. Все прекрасно. Ну и если мы посмотрим на R1, например, таблицу маршрутизации, то увидим маршрут, который прилетел у нас от нашего по протоколу SPF. Его Preference 10, стоимость его 2. И Next Hop есть. И, соответственно, он даже пингуется. Прекрасно. Кстати, обратите внимание, они пингуют от адреса 111, да? Видите? Они используют пинг от адреса 111, чтобы проверить, а есть ли у роутера 333, есть ли у него обратный адрес, да, на вот эту сетку. Вот эта же сетка тоже сюда прилетела, согласны? Вот. И они пингуют от адреса 111, получают ответ. В принципе, это говорит о том, что на тройке тоже присутствует такой же маршрут на 111. Согласны, да, ведь? То есть, раз так это работает. Ну, вот, в общем-то, и проверились. Какие из следующих статусов остаются постоянными в процессе установления отношений, соседства и смежности? Какие из этих процессов могут остаться постоянно? Окей, в 2-way, может быть, а еще? Ну, в 2-way, согласен. Да, они проскакивают, да, они на них не останавливаются. Поэтому давай два правильных ответа, да, 2-way и в 2-way, да, в них он может зависнуть надолго. В 2-way, если они не являются DR-ом, BDR-ом, да, это широковещательная сеть, а в 2-way, если мы сошлись. Ну, и вот, мне не очень нравится вопрос, конечно, в какой из следующих ситуаций будет запущено установление отношений смежности между маршрутизаторами? Ну, давайте, два маршрутизатора на канале точка-точка, да, вот. Будут они обмениваться? Будут они становиться соседями? Будут. Окей, подходит. DR и BDR в широковещательной сети устанавливают соседство? В 2-way будут DR-азер между... А эти будут, да, эти будут. Ну, давайте еще раз так напишу. DR, DR, BDR. Они между собой обязательно соединились. Теперь другие, да, я их вот так три нарисую, да. Вот так они тоже будут full, да. Вот тут тоже будет full. А вот между собой вот эти товарищи будут в 2-way. Ну, так между DR и BDR будет соседство или нет? Будет, будет, да. Теперь DR-азер и DR-азер в сети NBMA. NBMA это Non-Broadcast Multiply Access, специальные сети. Я вам про них говорил, что в них соседи описываются ручками. Там никаких... Там вообще нет никаких DR-ов. Там никаких DR-ов, BDR-ов по мини нету. Их просто нету. Поэтому вот эта история неправильная. Ну и BDR и DR-азер в широковещательной сети установят соседство? Да. Да, как я вот тут нарисовал. Это вот ровно вот эта вот история, да. Конечно, установят. Поэтому тут правильные ответы A, B, D. Вот такие вот не очень неприятные. Продолжение следует...